Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария в студии Станислав Сердюков. В начале коротко о главных событиях дня. Затрат меньше, продукции больше. Это не очень сильно большие вложения, но в то же время это занятость и это доход. Новые технологии в кролиководстве внедряют в Майском районе. На занятия по форме родители определяются с одеждой для своих чад к 1 сентября. Маршруты слегка изменятся, но в принципе гормолыжники этого не заметят. Снежные трассы при Эльбрусе на пути к международным стандартам. В Кабардино-Балкарии создан оперативный штаб при главе КБР по мониторингу и реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков. Соответствующее распоряжение Юрия Кокова опубликовано сегодня на сайте руководителя республики. Сделано это в целях реализации указа президента России о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Для решения вопросов, связанных с изменением цен и наличием товаров. Руководителем штаба назначен первый заместитель председателя правительства КБР Казиму Инаев. Также в республике образован оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню государственности КБР. В его составе представители правительства, правоохранительных органов, главы муниципалитетов. Им предстоит разработать и утвердить план праздничных мероприятий ко Дню государственности Кабардино-Балкарии. За отсутствие сведений о ГМО на упаковке будут штрафовать. Проект соответствующего закона разработан Роспотребнадзором и уже одобрен в правительстве, сообщает сегодня пресс-служба Кабмина. Взыскание составит от 20 до 150 тысяч рублей, при этом возможна конфискация товара. Правительство России неоднократно заявляло о том, что не является сторонником использования генномодифицированных компонентов в продуктах питания. Между тем, на одной из кролиководческих ферм Майского района экологической чистоте производимой продукции уделяют особое внимание. Даже карманы мерены изготавливать сами, чтобы полностью контролировать процесс. А благодаря новым технологиям затраты на производство уже удалось сократить в два раза. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Два ангара, около трех тысяч кроликов. На разведение специально выбирали мясные породы, хей-плюс и калифорнийцы. Уход за ними более чем серьезный, нужно учитывать каждую мелочь, говорят фермеры. Это четко сбалансированный, полнорационный корм для кролика. Но на сегодняшний день он является дорогим для нас. Мы везем его за 600 километров. И поэтому у нас в планах делать самим этот корм. Очень много предприятий, даже наших, Кабардино-Балкарских, предлагают нам изготавливать. Но мы хотим делать его лично сами, чтобы полностью контролировать. Помещение из сэндвич-панелей, температурный режим, искусственное освещение. Кролика в майском районе разводят по новым технологиям. Они позволяют полностью перестроить основные рабочие процессы, убрать сезонность в размножении животных, а значит в производстве продукции. Более эффективно использовать клетки и оборудование, сократить возможность заноса инфекции. Система приточно-вытяжной вентиляции, климат-контроль температуры, влажности воздуха, автоматизированная система кормления, паения, навоза, удаления. Это образец первого промышленного предприятия по выращиванию кроликов на самых эффективных технологиях. Для майского района разведение кроликов в промышленном масштабе – дело новое. Реализует мясо пока только на территории республики, но уже подумывает над расширением рынка взбыта. Тут раньше вообще свалка была, и мы начали, ну как бы пошли не в том направлении. Мы начали вот как раньше разводили, ну а потом поездив по выставкам, мы это все посмотрели и поняли, что нужно идти уже к более современному. Новый метод работы уже доказал свою эффективность, говорят фермеры. Расчеты показывают. При такой технологии на производство одного центнера крольчатаны затрат меньше в два раза, чем при существующих системах содержания. Получение диетического и дешевого мяса при этом вырастает десятикратно. А многочисленные проверки и лабораторные исследования уже подтвердили его экологическую чистоту. Сегодня в республике начался просто кролиководческий бум. Очень много людей приезжают, интересуются, просят консультации. Люди понимают, что это не очень сильно большие вложения, но в то же время это занятость и это доход. В ближайшее время в КФХ намерены запустить еще два промышленных ангара. Мы можем в год производить свыше 25 тысяч тонн чистого диетического мяса. И это не предел, отмечают кролиководы. На проверку занялись переработкой. Уже изготовлена первая партия консервов. В планах и расширении бизнеса. Уже появились предложения от инвесторов. Построить аналогичную кроликовабрику в Терском районе. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести, Кабардино-Балкария. Паспорт за час. Со следующего года россияне получат возможность быстро и без лишних проволочек оформить документ, удостоверяющий личность. Как пишет сегодня российская газета, соответствующие поправки в нормативные акты должна по поручению правительства разработать федеральная миграционная служба. Свои предложения совместно с Минкомсвязью и ФСБ ведомство представит к 15 декабря. За основу будет взят положительный опыт эксперимента по оформлению и выдаче российского паспорта в течение одного часа с момента подачи заявления. Схема, когда получатель сдает все необходимые бумаги в одно окно миграционной службы, а затем в тот же день забирает готовый документ в другом, уже прошла успешную апробацию, например, в Севастополе, отмечает издание. Кроме того, правительство обязало ФМС исключить пункт об истории трудовой деятельности из анкеты на получение загранпаспорта. Около 4 тысяч жителей Кабардино-Балкарской республики с начала этого года нашли работу через центры занятости населения. Треть из них до того имели официальный статус безработного. Такие цифры сегодня озвучили в профильном государственном комитете Кабардино-Балкарии. Большую часть существующих сегодня вакансий составляют рабочие профессии. Прежде всего на рынке труда востребованы строители, токари и слесари. Есть места и в сфере образования. В рамках снижения уровня безработицы в республике жителям предоставляют возможность и переобучение по специальностям, которые чаще всего предоставляют работодатели. На сегодняшний день у нас на учете состоит 8251 безработных гражданин. С начала года работодатели нам заявили потребность в рабочих кадрах более чем на 7000 человек. То есть на сегодняшний день у нас в базе вакансий более 3200 вакантных мест. 77,8 из этого числа – это по рабочим специальностям. К другим темам. Горнолыжные трассы при Эльбрусе приводят в соответствие с международными стандартами. Уже начались работы по их расширению. В первую очередь занялись узкими участками. Они давно создают неудобства при катании лыжникам и сноубордистам. На склонах Эльбруса задействовали специальную технику. Сейчас от камней и песка расчищают отрезок горнолыжной дороги «Кругозор-Мир». В итоге ширина трассы от станции «Мир» до Поляны Азау достигнет 80 метров. На поворотах – 60, что соответствует мировым требованиям. Трасса будет маркироваться синим цветом, что обозначает средний уровень катания. И зеленым цветом черных и красных трасс у нас не будет. Маршруты слегка изменятся. Но в принципе горнолыжники этого не заметят, потому что трассы будут размаркированы, они будут видеть, куда ехать. Общая протяженность маршрута от станции «Мир» до Поляны Азау – 4,5 тысячи метров. А пробовать трассу горнолыжники смогут уже в ближайшем сезоне. Министерство обороны завершило испытание 15 перспективных образцов автомобильной техники, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе испытаний машины совершили пробег из Подмосковья в Кабардино-Балкарию и обратно. В специальную экспедицию были снаряжены 15 машин, включая броневик «Скорпион», экспериментальные грузовики «КамАЗ» и «Урал». За два месяца машины преодолели 4200 километров. В ходе испытаний им пришлось пройти проверку в условиях пустыни, степи и горной местности. Отдельные этапы своеобразного военизированного ралли проходили в Прельбрусье на высоте 4,5 тысячи метров. Как сообщают у Минобороны, поставленные задачи в ходе экспедиции выполнены. Оценены важнейшие показатели технических свойств перспективной военной автотехники в наиболее критических и актуальных условиях использования. Внимание, дети! Под таким названием на дорогах республики стартовала профилактическая акция. Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, продлится она до середины сентября. Инспекторы будут контролировать подъездные пути к школам и, в частности, пешеходные переходы. Уже сейчас дорожно-патрульная служба переходит на усиленный режим. Наряды ДПС дислоцированы вблизи общеобразовательных учреждений и детских садов. Такие меры приняты не случайно. В Госавтоинспекции республики констатируют, дети нередко попадают под колеса машин, даже находясь в сопровождении родителей. За 7 месяцев этого года в результате ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 40 детей. Из них 4, к сожалению, погибли. Только летние месяцы дали нам 18 ДТП с участием детей, в которых 19 получили различные травмы. Подавляющее большинство этих ДТП – это аварии с детьми-пешеходами. Кроме того, пристальное внимание уделят и перевозке детей. Инспекторы будут проверять наличие специальных удерживающих устройств в автомобилях. До начала нового учебного года остается чуть больше недели. Сейчас на предприятиях, которые специализируются на производстве и поставках одежды для учащихся, идет отгрузка товара. Акция «Школьная форма» стартовала и в Кабардино-Балкарии. Тему продолжит Осман Казаков. На то, чтобы в школах вновь пришли к введению дресс-кода, понадобились годы. Быть или не быть в форме для учащихся спорили много. Ответы на вопросы подсказала сама жизнь. Учителя, теряясь в пристроте детских вещей, стали требовать соблюдения хотя бы минимальных стандартов. Проблема вышла на федеральный уровень. С этого года устанавливать единый стиль одежды для всех учащихся разрешается самим школам на основании утвержденных регионом типовых требований. С комплектами многие образовательные учреждения определились еще весной. Теперь осталось только забрать заказ. Остальные родители приобретают форму самостоятельно. Костюмчик вот этот вроде бы нравится, подходит. И соответственно и по цене недорого. Были на рынке, здесь нам понравилось больше. Больше подходит к школе, к правилам школьным, современным. Поэтому очень довольны. И второй раз мы сюда уже приходим, второй раз здесь покупаем. Нормально, довольны, все хорошо. Качество отличное. И цена, и качество очень доступно. И соответствует всем школьным требованиям, ГОСТам. Федеральные эксперты изначально советовали отдавать предпочтение одежде отечественных производителей. Это повышает вероятность того, что ее изготовят, доставят вовремя. И при этом она будет отвечать требованиям комфорта и безопасности. Самое главное то, что вся продукция соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым для детской и подростковой одежды. У нас производство в основном российское, со стандартами, только выполненное на крупных фабриках, где отслеживается серьезный поэтапно-технологический процесс. Поэтому те, кто купили в прошлом году, очень многие родители говорят, что в этом году мы можем ходить еще в той форме. Нынешняя акция «Школьная форма» продлится до начала нового учебного года. Пока представлены изделия, изготовленные в соседних регионах. В этом году на одном из заседаний правительства речь шла о том, чтобы наладить производство школьной одежды и в Кабардино-Балкарии. Скорее всего, в 2015 году промышленность республики будет нацелена и на выполнение госзаказа в этой сфере. Асман Казаков, Сафар Гиреев, Марат Атруков. Вести Кабардино-Балкария. К другим темам. 24 подпольных игровых клуба, выявленные закрыты в Кабардино-Балкарии в течение недели. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе республиканского МВД. На месте изъяты 29 игровых аппаратов, 73 системных блока и 75 мониторов, предназначенных для проведения азартных игр. Организаторы противоправного бизнеса уже установлены и привлечены к административной ответственности. Мероприятия по пресечению нелегального игорного бизнеса в республике продолжаются, подчеркивают в МВД. Они действуют крайне осторожно, но правоохранителям с начала года уже удалось раскрыть в республике более 40 преступлений. Телефонные аферисты, их жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Карина Аванесова о том, как не попасть в ловушку мошенников. Пострадавшая от действий аферистов Майчанка лицо показывать боится. Вспоминает, однажды ночью я разбудил настойчивый телефонный звонок, а дальше все как в тумане. Страх, слезы и странный голос на другом конце провода, который требовал срочно найти деньги. И мне в трубку дрожащим голосом, таким скороговорящим, мамулечка, я убил человека, как вроде мой сын это говорит. Ну я почувствовала, что этот вроде голос не сына, но думаю, может в такой ситуации у него изменился голос. Нужную сумму 20 тысяч рублей собрала с трудом. Деньги отдала подъехавшему таксисту и только потом позвонила сыну. Думала, спасла его от тюрьмы, а тот, оказывается, все это время мирно спал у себя в квартире, ни о чем не подозреваем. Аналогичный случай произошел и с другой жертвой. Звонивший представился полицейским, обещал спасти от правосудия сына, который якобы кого-то сбил насмерть, но за определенную сумму. Раз следователь позвонил, значит, надо исполнять. Я и старалась. Подъедет к вам этот таксист, вы ему отдадите деньги и все. И я его отпущу, не буду дело заводить. Так было дело. Ну я рад стараться, согребла 100 штук и отдала ему этому таксисту. Если в первом случае женщина просто лишилась денег, то вторая жертва попала в больницу с инсультом. По данным МВД, только в этом году на территории республики совершено более 40 подобных преступлений. Найти злоумышленников крайне сложно. Телефонные мошенники действуют осторожно. Пользуются левыми сим-картами, от которых тотчас избавляются. Подряд набирают номера сотовых телефонов, которые они получают из интернета. В основном данные преступления как бы совершаются на территории лицами, которые живут на территории Российской Федерации. Уголовное наказание за данный вид преступления предусматривает от 5 лет лишения свободы, если это до 10, если это совершено организованной преступной группой. В телефонные ловушки чаще всего попадаются пожилые люди. Именно на их доверчивость мошенники и рассчитывают, говорят в полиции. В случае тревожных звонков или СМС-сообщений призывают не поддаваться панике. В первую очередь пытаться связаться с близкими, а потом сразу обратиться в правоохранительные органы. Карина Аванесова, Заур Конкулов, Эдуард Ногмов. Вести Кабардино-Балкария. В Чигемском районе завершается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас подрядчики меняют так называемый лайнер чаши бассейна. Дно покрывают герметичным слоем, который, обещают, продержится 10 лет. На восстановление спорткомплекса из районного бюджета выделено более 4 миллионов рублей. 10 лет работает дворец спорта. И вот сегодня настало время, когда нам надо было капитальный ремонт произвести. Мы починили крышу полностью, обновили. На 2 миллиона 400 рублей ремонт крыши сделали. И сегодня заканчивается ремонт бассейна. Заменили покрытие в плавательном бассейне на 600 тысяч рублей. Это первая реконструкция. Со дня открытия спорткомплекса все работы планируется завершить к концу августа. Впереди прогноз погоды на завтра от центра ФОБОС. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Раян. Лучший продукт 2014 года. Даже солнце не затмит вас. Салон Ленар Оптика представляет потрясающую коллекцию солнцезащитных очков 2014 года. Для нее. Торговый центр офиса ДОМ. Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства. Всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова 294. КОНЕЦ КОНЕЦ